Итак, вы ждали, мы готовились, и вот Сокфорум 2017 стартует. Сегодня 22 ноября, и вы смотрите репортаж БИС-ТВ с самого грандиозного, по словам организаторов, мероприятия в отрасли. Подготовка к нему шла настолько ожесточенной, что мы, к сожалению, пропустили невероятный Zero Nights. Но мы попробуем реабилитироваться. Сокфорум, он, конечно, другой, не хакерский, но, тем не менее, тоже очень-очень практический. Итак, сегодня за игровым столом. Соковед Максим Филиппов. Волшебной таблетки не существует, и сок точно не такая таблетка. Но, безусловно, это движение в нужном направлении. Если видим какую-то атаку, которая развивается на кредитно-финансовый сектор, которую поймали эксперты нашего секьюрити-центра, то первые, кто об этом узнает, это будут специалисты финсерта. Соколюб Алексей Лукацкий. Мониторинг сам по себе, это примерно как суррогатный секс. То есть, непонятно для чего это делается, и никаких выводов и последствий из этого не происходит. Потому что любой мониторинг должен завершаться реагированием. Соковод Сергей Бровкин. Сок является очень-очень-очень важной деталью всего организма безопасности. Сам по себе он ничего просто так не сделает. Невозможно, в принципе, быть удовлетворенным своим соком. Это вообще, в принципе, невозможно. Потому что у нас есть наши замечательные злоумышленники, которые бегут в пенли планеты. У них огромные ходячие боевые роботы. Они нон-стоп двигаются вперед, их ничто не держит. Итак, уважаемые знатоки, сегодня против нас играют хакеры всего мира. Соки, да, это не волшебная пилюля. Но именно слаженная работа команды Сока в Альфа-Банке помогла избежать крупных потерь от масштабных эпидемий типа гонокраев и ежесними. А Сбербанк, например, их даже и не почувствовал, а узнал об этом из вечерних новостей. То есть кто-то уже умеет готовить сок. Ну, а для кого-то это все еще непонятно из-за вечера. У нас есть аналогия. Сок в организации это такой что-где-когда клуб и без натаков. Но только вместо конвертов с вопросами десятки и десятки инцидентов, оперативность реагирования на которые стоит сотни тысяч и хорошо, если рублей. Сам сок состоит из нескольких базовых компонентов, без работы которых ни тебе оперативности, ни инфективности. Вот, например, проблемы с кадрами. Когда в соке просто не хватает операторов. Это все равно, что заставит знатока играть в бесконечный одинокий супер-блиц. Или если есть проблемы с интеграцией с ЕМ или другими системами, то это можно сравнить с тем, что господин ведущий забыл задать половину вопроса и ушел на переход. И тем не менее, при всей сложности ремесла соки есть, они работают и взаимодействуют с государственными финсерты госсопкой. Но какой компонент сегодня тормозит развитие соков? В чем заключается главная-главная боль сока строителей? Кто или что? Самое слабое звено. Мы поговорили с теми, кто знает об этом не понаслышке и на соках уже собаку съел. Что касается потенциала для роста, для большинства соков, наверное, это вопрос превращения экспертизы отдельных сотрудников в непрерывный процесс, который позволяет обеспечивать безопасность ежедневно, оперативно, с необходимым уровнем качества. Это еще и история про разработку, это девопс. Это вообще вот все, что там, звездочка, опс, да, все, что есть. И интеграция безопасности вот в эти во все операционные процессы, безусловно, это сейчас тот следующий шаг, который надо предпринять для того, чтобы системы на уровне организации или страны работали четко, гладко и безопасно. Мы свой сок там запустили еще пять лет назад, и сейчас мы разворачиваем его в коммерческую историю. Видим некое непонимание составных клиентов, зачем же вы к нам пришли. У нас есть своя безопасность, мы все отстроили, вы нам предлагаете, по сути, переотдать все в аутсорсинг. Главная наша сейчас, как бы там, задача, да, как можно скорее объяснить людям, да, что не нужно замыкаться на себе, не нужно, возможно, не нужно растить какие-то свои огромные команды внутренние. Один из элементов, который явно нуждается в развитии в рамках, так сказать, сокостроения, как мы это обсуждали, это как раз элемент, связанный с автоматизированным респондом. Есть события, которые на самом деле представляются машинами неправильно, и наличие только скупулезным трудом может разобрать, в чем же проблема. Если это будет решать за него машина, то и действие, направленное на противодействие, может быть не то. Соответственно, это достаточно большой риск. По общему мнению эксперта, это все же скорее где-то индустрия находится в начальной точке этого пути. Самым слабым звеном является общая концепция, которая подразумевает, что мы что-то мониторим, но мы не знаем что. То есть сок, это, если взять аналогию с домом, это стены, но если у нас нет фундамента, то, по сути своей, нам неоткуда брать исходных данных для мониторинга, и мы, соответственно, не можем анализировать происходящее с точки зрения информационной безопасности. И вторая проблема, это то, что при наличии даже фундамента и стен у нас нет крыши, то есть мы не знаем, что с этой информацией делать. Мониторинг сам по себе, это некий суррогатный секс, непонятно для чего это делается, и никаких выводов и последствий из этого не происходит. Потому что любой мониторинг должен завершаться реагированием. Если же мониторинг заключается в том, что мы собираем сигналы тревоги, отображаем красивые картинки и потом распечатываем цветные бумажки для стола руководителя, то это не сок, это не безопасность, это некая дань моди, которая в ближайшее время пройдет. Для того, чтобы сок заработал, мы должны, во-первых, построить систему защиты и, во-вторых, выстроить процессы реагирования на инциденты. Сок – это непрерывная работа. И она может не называться соком, но при этом специалисты, которые ей занимаются, делают свое дело, и они его должны делать хорошо. Слабым звеном современных соков является существенный риск ротации персонала. Необходимо экспертизу персонала все-таки переносить в формализацию процессов, для того, чтобы база знаний хранилась внутри компании, а не только в головах сотрудников. Идеальный сок – это сок, в котором инциденты будут обрабатываться, естественно, людьми, когда они являются инцидентами, но при этом весь фолз-позитив, чтобы отсеивали машины. У нас в компании сок в плане совокупности технологий людей и процессов обеспечения информационной безопасности существует уже с 2005 года. Понятное дело, что в 2005 году этот сок был далеко не такой, как сейчас. Назвать Network Operations Center, который будет обрабатывать события безопасности, как Security Operations Center не составило никакого труда. Отсутствие нормальных систем защиты не могут обеспечить соки по час объективной и необходимой информации в нужное время. Слишком много по час идет ручной работы. Тяжело это автоматизируется, работать с источниками данных для соков, для реагирования. Это крайне важный аспект, который надо усиливать. И ликвидация вот этих слабых звеньев позволит создать нормальную безопасность, в первую очередь реальную безопасность. Вопрос наличия кадров, конечно, ключевой. Мы это чувствуем на себе, что привлечь квалифицированных специалистов, удерживать их, мотивировать на работу – это очень тяжело. С учетом взрывного роста Security Operations Center и вообще центров компетенций по информационной безопасности в России, каждый новый такой проект – это вызов. Реально, экспертов, их все-таки счетное количество. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки кадры. Мы пытаемся передать нашу экспертизу, знания наших экспертов в Security Operations Center и нашим заказчикам, в том числе через наши продукты. Культура безопасности, она у нас достаточно слабо распространена. И вопросы аварноса внутри организации, вопросы обучения своих собственных работников по безопасности – это очень остро стоит. Потому что, так или иначе, большая часть крупных атак заходит через людей. Потому что люди являются самым слабым звеном. Кроме того, что все должно быть безопасно, все должно быть контролируемо. Кроме этого, нужно, допустим, какие-нибудь источники данных. Нужно, чтобы четко понимать, откуда, как идут какие потоки. Это очень долгий и кропотливый процесс, чтобы все это систематизировать, все это аккуратненько завернуть в нужное русло и чтобы это работало достаточно безопасно. К нам приходили люди, которые продают свои соки. Мы общались с коллегами, читали статьи в интернете. Если честно, я не видел ни одного, с кем. Я был бы на миллион процентов согласен и просто все это молиться на него и делать ровно как они. К нам приходили люди, которые на словах были просто чемпионами сокостроения. И я вот так вот смотрел на то, что они делали. Это были сокровенные мысли у сока-строителей о соках. А теперь немножечко итогов. Как нам рассказали эксперты в своих интервью, проблемы в российских соках есть с самыми различными компонентами. Но главная-главная боль, а в то же время и главная ценность, это все-таки люди. Одни сокостроители жалуются на низкий аварность сотрудников в компаниях в принципе. Другие говорят о незаменяемости сотрудников, когда отсутствие специалиста может поставить под угрозу вообще все. А третьим просто не хватает специалистов, операторов соков. Ну что ж, люди, вы самое слабое звено. Прощайте. Ну ладно, ладно. Мы не такие жестокие, как известная телеведущая некогда популярного телешоу. И своих мы не бросаем. И есть хорошие новости. Заключаются они в том, что эти три разные по сути проблемы уже решаются. Программы повышения осведомленности сотрудников есть практически в каждой компании. С незаменяемостью сотрудников лидера рынка борются передачей человеческой уникальной экспертизы в автоматизированной системе. Ну а третью проблему решают тем, что взращивают специалистов со студенческой скамьей, а не борются за горстку уже устоявшихся специалистов ПВ. Так что отрасль делает все, что в ее силах, чтобы соки заработали в полную мощь. А сок-форум помогает консолидировать практику и экспертизу, увидеть слабые места и помочь укрепить их. Так что Long Live сок-форум. Ну а мы завершаем наш репортаж. Ставьте нам лайки и подходите на мероприятиях, говорите, какие мы классные. Нам это очень приятно. Спасибо, что смотрите нас. До новых встреч. Пока. Леш, ну правда. Ну давайте посерьезнее, господин эксперт. Спасибо. 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 Спасибо.